В прошлом выпуске под названием Азербайджан сироты центрально-азиатские я рассказал о культурных и этимологических связях армян с соседними кавказскими народностями. В этом выпуске продолжим тему соприкосновения армян и кавказцев и рассмотрим, так сказать, занимает ли хоть какое-то место в этом азербайджанцы. А то ахинея несется с азербайджанских пропагандистских ресурсов достаточно много, а правды среди них нет. И я это снова докажу. Но для начала хочу вам напомнить о важности, о некоторых, скажем так, важностях. Первое. Антитопор, созданный в России контент. А как известно, рекламу в российском ютубе, ну нет ее, не поставляют. Сам ютуб в России оставляет тоже желать лучшего. Все вы об этом, конечно же, знаете. Доходов от канала, соответственно, Антитопор тоже не получает. И давно уже не получает. Контент на одну половину состоит из моего личного дохода, то есть из моего мерча, который вы можете приобрести. Кстати говоря, например, заказав мою книгу «Записки странствующего армянина», если пройдете по ссылке в описании этого видео, на другую половину состоит из ваших донатов. К сожалению, 99,9% зрителей ограничиваются только восторгами и аплодисментами. И только 0,03%, заметьте, 0,03% делают какие-то там пожертвования от 100 рублей и выше. Жаль, что для большинства из вас 100 рублей большие деньги для любимого контента. Или 10 долларов, если вы проживаете в Соединенных Штатах, Канаде или Европе. Россияне могут пользоваться Сбербанком. Номер карты Сбербанка также здесь же в описании этого видео. А если вы за пределами России, то можно оформить подписку небольшую в Бусти или Патреоне. И ежемесячно с вас будет высчитываться небольшая сумма, которую вы сами же и укажете. И в любое время сможете отозвать эту подписку. Второе. Обязательно ставьте лайки. Это помогает продвигать контент. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Что ж, теперь начнем. Я редко читаю комментарии, времени на это почти не остается, но иногда перед сном делаю это. Почему перед сном, спросите вы? Ну потому что, когда я вижу, что мои неоспоримые аргументы вызывают у азерохейтеров не научные антитоводы, а гомосексуальные фантазии и злобу, это меня очень успокаивает. Значит, стрела таки пронзила то место, куда они обычно бутылки друг другу используют. И вот в предыдущем ролике на мой вопрос, как другие народы Кавказа называют азербайджанцев, кто-то написал моголами, а другой гордо интерпретировал. Это, мол, от тех моголов, у коих империя была могольская, охватывающая всю Индию. Что ж, если это так, то вы сами себя и выдали, что предки ваши из Алтая. Ведь моголы – это монголы. Сами моголы утверждали, что происходит от основателя монгольской империи Чингисхана. А предки Бабура резко отличались от классических монголов, так как ориентировались на персидскую, а не на тюрко-монгольскую. К тому же сам Бабур был на 75% чагатайцем и остальные только 25% тюрком. Не азербайджанцем, а тюрком-карлуком, то есть узбеком. А где у нас карлуки и монголы базируются? Верно. Центральная Азия и Алтай. Я снова прав, говоря, что вы в Закавказье, не местные. Ну так ведь? Далее. Об армянах и их историческом соприкосновении и взаимовлиянии с кавказцами писали от античных авторов до нового времени. Очень многие. Чего не делали эти авторы об азербайджанцах? Максимум, кого упоминали в новое уже время, так это вас в виде татар или адербайджанских татар. Снова заглянем в карту, известную автора Артелиуса. Чего видим? Армению на всем протяжении Закавказья от Анатолии до Мары Каспиум, моря Каспийского. А где у нас татары в это время? Вон они. Видите? На Алтае. Огромная территория. Только с травкой проблемы. Холодно. Лето короткое для щипки трав. Да и виноград не растет, чтобы листья в толбу использовать. Но перейдем непосредственно на Кавказ. Нам нет дела до Алтая. В известном издании Таарихи Кизляркала пишется, что город Кизляр состоял из мусульман и армян. Причем армяне здесь поселились из Карабаха. Что жили они дружно с мусульманами. А один богатый армянин по имени Казар помогал бедным местным мусульманам. За свой счет и канал открыл, чтобы бедные жители Кизляркалы могли бесплатно пользоваться водой, орошать ею свои посадки, виноградники, овощи и так далее. Этот канал и теперь так и называется «Пулказар». Кстати, в 1718 на реке Терек другой армянский купец Сафар Васильев открыл в Чечне первый российский завод по производству шелка. Что дало заработок местным чеченцам, куда все больше пребывало рабочих и выросла такая станица как Шелковская. Далее пройдемся еще по исторической литературе Кавказа. В материалах для новой истории Кавказа Будковой говорится о деревнях Бебели и Хачмаз начала 18 века. Теперь это города Азербайджана. Но в ту эпоху, когда еще регион не знал об азербайджанцах, академик и кавказовед Будкова пишет. Бебели и Хачмаз, большая и малая, населенные армянами и имели 52 двора. Интересные сведения о лакцах Дагестана также остались в исторических хрониках. Например, известно, что лакцы состоят из многочисленных тухубов. В каждом из населенных пунктов лакцев Дагестана свои тухумы. У чеченцев и ингушей это тейпы, рода. Так вот, среди этих многочисленных лакских тухумов, родов, по всей видимости, солидный процент занимает армянский. И он в селении Казикумух. Снова обратимся к источникам, смотрим сентябрьский номер научного исторического журнала Петербурга 1880 года «Древняя и Новая Россия». Здесь говорится следующее. Казикумухцы считают себя потомками армян. С давних пор и до настоящего времени они были неизменно преданы русскому правительству и под руководством своих ханов энергично действовали против Шамиля. Кстати, из источников тех же и того же Дюма, путешествовавшего по Кавказу, известно, что жена Шамиля была армянкой из Гянджи. Теперь по поводу того, почему армяне автохтоны, но при этом не кавказцы. Потому что подавляющее большинство кавказских народов живет вдоль и на отрогах кавказских хребтов. Армяне жили и живут вдоль и на отрогах хребтов армянских. Географически армянская Нагорье сосед кавказских Нагорий Большого и Малого. Во всех ранних исторических изданиях, справочниках Армения и Кавказ упоминались раздельно. Как многотомники Сиверса «Всемирная география», например, 1892 года. Это огромный, колоссальный академический труд, где есть многие народы и государства, но нет азербайджанцев. Так как таковых, и уж тем более Азербайджана, в то время, конечно же, еще не было. Кавказ и Армения здесь рассматриваются раздельно. Точно так же, как и у Страбона с Геродотом. Также на 184-й странице в главе о климате описывается он раздельно в Малой Азии, Кавказе и Армении. На 191-й странице, где говорится о населении Малой Азии, Армении и Кавказа, что проживают здесь потомки древнеарийских племен и примеси монгольских элементов, проникших сюда в средние века. Последние именно тюркские народности. Не о вас не случайно энциклопедисты пишут, а пропагандисты Азербайджана. Вас же лезгины моголами называют, вы сами об этом говорите. Как видите, рядом к востоку от Армении и к югу от Дагестана никаким Азербайджанам долго и не пахло. А вы там городите у себя чушь про западный Азербайджан в лице Армении. А может наоборот? Кстати, смотрите, что в исторических энциклопедиях написано у того же Сиверса мировой географии на 213-й странице. Армения распадается на три части. Турецкая Армения, Персидская Армения, Русская Армения и опись. В Турецкую Армению входят вилаэты Эрзурун, Харпут, Бетлис, Дьярбекир и Ван. В Персидскую Армению входят половина провинции Адербайджана и северная часть Гелана. Имеется в виду тот Азербайджан настоящий, что в Иране, так как в районе Щервана еще не создали Азербайджан. Ну и Русская Армения, это Карская область, Елисаветпольская, современная Генджа, и Риванская, и Тифлисская. Этим и объясняется то, что в конце 19-го и начале 20-го века основным населением Тифлиса были армяне. Но мы, армяне, не претендуем на Тифлис. Разумеется, это Грузия, это столица Грузии. И еще фанфары в главе об Армении ваш страшный сон. Читаем. Ардаган, Ахалкалаки и Шуша армянские города. Претензии не ко мне, а к ученым мировым светилам. Я лишь скромный ваш Вадим Налим. Читаю то, что писано не мной. Я же не резван Гусейна всылаться на себя любимого или своих соотечественников. Что касается Грузии, во избежание передергиваний, во-первых, не секрет, что основным населением Тифлиса были армяне, а основным языком там был армянский в 19-м и начале 20-го века. Во-вторых, в самих грузинских источниках есть более ранние упоминания. Например, в книге царевича грузинского Давида сам царевич грузинский писал, книга, кстати, называется «Краткая история Грузии». Она вышла в Тифлисе в 1893 году. В ней говорится, до времен царя Дария из паста в Грузии говорили одним только армянским языком. Но как Дарий в первые годы царствования своею вооруженную рукою покорил под власть свою всю Грузию, продолжая войну с сирианами, греками и скифами, то от многих возмущений народа перемешались в Грузии языки и вместо одного говорили потом многими, а именно персидским, армянским, ассивийским, греческим, из которых составился потом язык, различный от онных и до ныне в Грузии употребляемый. Видимо, оттого грузинский литературный кишит армянскими, персидскими и греческими существительными. Вот вам вторая часть выпуска по взаимообогащению культур армян и народов Кавказа истории глубокой до наших дней. Эти источники не стереть никакими фондами Гейдара Алиева. Деньги хорошо, но мозг куда лучше. Без денег прожить можно, а без мозгов сомневаюсь. Хотя вы же там в Азербайджане ничего, живете. До свидания. Продолжение следует...